Пусть драканец, прачь, дай и третий. Яхромский спортивно-оздоровительный комплекс продолжает удивлять жителей города необычными спортивными соревнованиями. На этот раз на Яхромском стадионе проводился турнир по стритболу на коньках. Его участниками стали учащиеся 5-6 классов 1-й Яхромской и Подьячевской школ. Обязательное требование к участникам – наличие защитного шлема и коньков, по возможности и хоккейной защиты. Поскольку контактная игра на льду небезопасна. Турнир проводился по упрощенным правилам игры в стритбол. Команда, владеющая мячом, может сделать не больше четырех передач без броска. В пятой передаче мяч передается другой команде. Можно выбивать мяч у противника, а вот толкать запрещается. Участники передвигаются по площадке с мячом без ведения. Количество игроков команды – три человека. Размер площадки соответствует стритбольной. Продолжительность одной игры – 10 минут. Первый гол в этом мини-турнире удалось забить команде Подьячевской школы. Игроки школы номер один пытались отыграться, и это им один раз удалось. Однако сельский коллектив в дальнейшем оказался сильнее. 3-1 в пользу Подьячева. Победителям вручили грамоты и кубок, призерам – грамоты. Мы сегодня здесь играем в стритбол. Ну, да, мне понравился стритбол. Я думаю, еще будут проходить такие соревнования. Удалось ли забить голы? Да. Вечно тебе? Нет, я дал пас, и потом такой гол забили. Мы решили попробовать новый вид спорта, посмотреть, как он будет проходить. Потому что одно дело – играть это в зале, другое дело – попробовать это на коньках. И вот, как видите, дети очень довольны. Им радостно. Они впервые такое пробуют. Нам обещали, что что-то новое внесут. И вот организаторы учебного подразделения ФОК нам решили такое сделать. И вот мы детей привели, и они все счастливые, довольные, попытались сыграть. Я приехал поиграть в новый вид спорта – стритбол на коньках. Игра была трудная, но мы справились, несмотря на сложности команды. Получилось все. Даже больше, чем загадывали, заняли первое место. Игра давалась, конечно, вначале тяжело, особенно, когда пробовали. Ребята не понимали, что идут на большей скорости. Кидали мяч, бивали от щита более сильней. Так, я считаю, что они большие молодцы, адаптировались очень быстро. И главное, чтобы получили положительные эмоции, как они, так и я, в принципе, от просмотра. Этой зимой юных яхрамчан ждут другие необычные соревнования. Например, шорт-трек и кёрлинг. А в это воскресенье на нашем телеканале выйдет авторская программа о развитии спорта в Яхраме.